Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня разговор пойдет о центральном районе города Гомеля. Гомельчане, присоединяйтесь! 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 Прямо, как оно говорится, в режиме онлайн. Приобрести здесь же, попробовать, дать свою оценку. 30 июля. Я напоминаю, уважаемые телезрители, собирайтесь на фестиваль «Городская еда». Ну а к грядущему празднику, 875-летию города Гомеля, какие подарки готовите гомельчанам? Что нового? Первый подарок мы уже подарили. Идея принадлежит, откровенно скажу, не администрации нашего района, а идея принадлежит нашему мэру Петру Алексеевичу Кириченко. Но мы эту идею, когда узнали, мы воодушевились и взяли на себя ответственность реализовать ее в центральном районе. В День независимости, в преддверии Дня независимости, возле Общественно-культурного центра на улице Ланге, 17, появился новый музыкальный инструмент возле памятника Петру Алексеевичу Чайковскому – светомузыкальный рояль, в котором растут цветы, который исполняет произведение Петра Алексеевича Чайковского и который является теперь украшением этой небольшой площади возле концертного зала. Это первый подарок к 875-летию предстоящему. Кроме того, в настоящее время ведутся работы по реконструкции сквера имени Держинского возле управления КГБ на улице Белецкого, а также ведутся работы по реконструкции одного из фонтанов на территории центрального района, который будет сюрпризом для наших горожан и гостей нашего города в День города. Где откроется сюрприз? Одного из фонтанов на территории центрального района. Несмотря на то, что центральный район – это, конечно же, центр культурной жизни прежде всего, на его территории есть и ряд крупных промышленных предприятий. Расскажите, пожалуйста, первое полугодие 2017-го каким складывается для реального сектора экономики района? Конечно, центральный район по своей промышленной мощности не может сравниться с нашими гигантами, как советские, железнодорожные районы. Но, как бы то ни было, у нас есть основные 17 промышленных предприятий, которые занимаются производством промышленной продукции, удельный вес которых по итогам первого полугодия составил порядка 8% в общегородском вале. Промышленные предприятия в первом полугодии выпустили продукцию на сумму более 200 миллионов рублей, что составляет примерно 111% к аналогичному периоду прошлого года. То есть мы видим, что есть динамика развития промышленности. Также приятно, что и экспортная составляющая нашей предприятия в этом году устойчиво растет. По экспортам товаров у нас показатель по итогам полугодия ожидаемый, потому что статистических данных еще нет, ориентировочно 155%. То есть предприятия района устойчиво работают в своих направлениях, причем, что большая часть предприятий нашего района – это предприятия пищевой промышленности. На втором месте – это предприятия легкой промышленности и совсем немного – это машиностроение. Поэтому промышленный потенциал у нас небольшой, но устойчиво развивающийся. Ну, мощный. Новые проекты какие-то появились в ближайшие полугодия или еще готовятся к реализации? Ну, начну с того, что в прошлом году у нас прошел очень хороший, мощный проект на фабрике «Спартак», нашей знаменитой, на котором приступили. В настоящее время на этом предприятии приступили к реализации нового проекта инвестиционного. Его стоимость составит ориентировочно 9 миллионов рублей. И срок ввода в эксплуатацию – это второе полугодие будущего года. Суть проекта – это организация производства и завертка плоских глазированных и неглазированных вафельных конфет, которые очень популярны в настоящее время в молодежной среде. То есть предприятие не просто выпускает новую продукцию, оно, прежде чем приступить к реализации того или другого проекта, изучает спрос. Что хочет сегодня население? Что хочет население взрослое? Что хочет молодежь? Очень удачный был проект у «Спартака» по изготовлению батончиков из муги, которые очень стали популярными в молодежной среде. Очень хорошо прошел проект по производству вафель по технологии немецкой. И вот сегодня новое развитие – это плоские вафельные конфеты в новой упаковке. Это конфеты нового поколения. Интересно. Плоские вафельные конфеты? Ну, называют их так – плоские, глазированные, неглазированные вафельные конфеты. То есть произведут, мы с вами увидим, попробуем. Но я думаю, лучше всего про это расскажет непосредственно сама фабрика «Спартак». Кроме того, динамично развивается сегодня наша фабрика мороженого «Инглмороженое». Многие заметили новые сорта мороженого, вышедшие в этом сезоне от этой фабрики. Развивается динамичное предприятие «Любна». Причем мы все знаем, что «Любна» – это только исключительно производство изделий художественного направления. Соломка, лозоплетение, художественные изделия. Но они пошли дальше, у них был в свое время создан швейный участок. И сегодня они очень активно развивают это швейное производство. Причем работают достаточно с знаменитыми брендами. Это «Меловица» и «Марк Формель». Поэтому предприятия не стоят на месте, ищут свои места на рынке, находят и закрепляются на них. Частный бизнес приходит на территорию района? Частный бизнес активно приходит на территорию центрального района, потому что мы прекрасно понимаем, что центральная часть города всегда наиболее востребована частным капиталом. Это прежде всего сфера услуга и общественного питания. Так, в 2016 году было зарегистрировано порядка 140 новых предприятий на территории района, в том числе в производственной сфере 25. Количество трудоустроенных людей, сегодня это очень важная тема в нашей жизни, составило порядка 800 человек. Я считаю, это хороший результат. Как я уже сказал, из этих предприятий большая часть это предприятия, которые работают в сфере услуги торговли. Все-таки центральный район, центральная часть города, эта тема здесь более актуальна. Мы видим, насколько сегодня быстро появляются новые кафе, новые магазины в центральной части города. В декабре 2016 года президентом был утвержден новый генеральный план развития территории Гомеля. Был внесен ряд корректировок, связанных со строительством. Расскажите, пожалуйста, какие из этих изменений непосредственно касаются центрального района? Центральный район, в принципе, район уже сформировавшийся. На сегодняшний день, если 10 лет назад у нас активно продолжалось строительство новых микрорайонов Мельников, Лук и Кленковский, сегодня эти микрорайоны практически построены. На сегодняшний день большое внимание уделяется работе по уплотнению застройки этих микрорайонов и центральной части города. Что касается нового генерального плана, утвержденного в 2016 году президента Республики Беларусь Александра Николаевича Лукашенко, это прежде всего то, что немножко видоизменилось назначение микрорайонов. В частности, есть такой микрорайон частной застройки, который находится в квартале улиц Хатаевича, Советская, Головацкого. Проще сказать, за гостиницей турист. Раньше по генплану этот микрорайон стоял в резерве для строительства многоэтажного жилья. Однако, изучив структуру микрорайона, его географические особенности, а также затраты, которые может понести бюджет при сносе этого микрорайона, мы пришли к выводу, и спасибо, что поддержали разработчики генплана, что этот микрорайон можно ставить микрорайоном усадебной застройки. Так оно и будет сделано, и уже сделано. И сегодня наша задача основная информировать население, проживающее в этом районе, что теперь они могут совершенно спокойно обращаться к нам в администрацию района с заявлениями о разрешении на проектирование строительства и строить хорошие усадебные дома в хорошем микрорайоне в центре нашего города. Это хорошая новость, Андрей Алексеевич. Скажу откровенно, что многие жители приходили до этого с этими вопросами, терпеливо ждали, и сегодня пошел уже тот поток заявлений, в которых люди просят отдать на такое разрешение, и начинают строиться. О новых проектах в строительстве далее пойдет речь в нашем сюжете. Внимание на экран. Первый 18-этажный дом, первые дома переменной этажности с вентиляционным фасадом и в скором будущем первый в регионе детский сад, расположенный в многоэтажке. Все это построили или вот-вот построят в центральном районе Гомеля. Вообще, примерно за 10 с небольшим лет здесь выросло несколько новых микрорайонов, введено в эксплуатацию более полутора миллионов квадратных метров жилья. В пересчете на квартиры более 30 тысяч. За это время население района увеличилось на 40 тысяч человек и сейчас составляет уже более 120 тысяч. Темпы строительства жилья несколько лет назад в центральном были самыми высокими в городе. Сейчас они замедлились, заканчиваются свободные площади. Но все равно пока удается находить возможности для возведения новых многоэтажек и выделения территории для частного домостроения. И эта работа ведется по трем основным направлениям. Первое – уплотнение центральной части района со сносом старых домов и бараков. Например, на пересечении улиц Кирова и Дынды. Следующее – индивидуальное строительство. В Старой Волотове может появиться целая улица, застроенная коттеджами или таунхаусами. И третье – завершение строительства новых микрорайонов. Есть резервы и для точечной застройки. Сегодня строительство в этом районе, это улица Волотовская застраивается довольно так активно. Мы как застройщики тоже будем дом начинать в этом году. Подоим же торги прошли, в стадии заключения договора по улице Волотовской. Если говорить сегодня о застройке улицы Волотовской, Карломарца, Сорская, Карломарца, Артема, то застройка ведется в соответствии с планом ДТП, разработанной Белой Неградостроительства более 10 лет назад. Она ведется и будет продолжаться. Продолжает застраиваться 18-й микрорайон. Тут появится еще 6 домов. Естественно, при таком росте центрального района важным является вопрос развития социальной инфраструктуры. В новых микрорайонах построено 4 детских сада и 3 школы. Кстати, скоро в 19-м микрорайоне появится первый в регионе детский сад, расположенный на первом этаже жилого дома. Уже в следующем году он примет своих воспитанников – 60 ребят. Рядом с этим домом растут еще два. Они составляют одну группу с общей инфраструктурой. Их сдадут в сентябре. А до Нового года, скорее всего, многоэтажки уже будут полностью заселены. Ведь спрос на квартиры в этом и соседних микрорайонах стабильно высокий. К тому же, по задумке архитекторов, вокруг домов будут не только пешеходные дорожки. Здесь появится большая спортивная игровая зона. Отдохнуть с пользой смогут не только дети, но и взрослые. Не было настолько обширно и качественно благоустройство территории. Эта территория будет благоустроена по мировым стандартам, где потоки машин будут полностью отделены от детской зоны, игровой зоны. Также благоустройство предусматривает собой тренажерную площадку, спортивную площадку, велодорожки, велопарковки около подъездов. То есть, это группа жилых домов со средой обитания. Планируется, что в скором будущем в 17, 18 и 20 микрорайонах построят аналогичные группы домов со встроенными детскими садами. Не исключено, что этот опыт будет распространен и на другие районы Гомеля. Глава администрации Центрального района города Гомеля Андрей Горбачев сегодня гость в нашей студии. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Андрей Алексеевич, конечно же, вопрос социальной инфраструктуры. Он один из наиболее острых для жителей новых микрорайонов. Мы увидели, как решается проблема с детскими садиками. Вообще, она по-прежнему так актуальна? Или уже ситуация несколько изменилась? Проблема новых микрорайонов, и, наверное, самая главная, всегда была, есть и будет оставаться, это наличие социальной инфраструктуры. Если торговая инфраструктура идет очень быстро, в связи с строительством жилья, то социальная инфраструктура, она несколько медленнее, потому что связана это, прежде всего, с бюджетным финансированием. В этих микрорайонах, которые сегодня построены уже в нашем районе, в Центральном, удалось в те годы построить и новые школы, и новые детские сады, таким образом насыщить эти микрорайоны тем, что смогли построить. К сожалению, этого мало, потому что молодые микрорайоны, молодые семьи, слава богу, рождаются дети. Скажу так, что по итогам 2016 года в Центральном районе стало жителей больше, на 1160 примерно человек, родившихся с новых жителей нашего города. Конечно, по достижении трех лет им нужно отправляться в детский сад. Все учреждения, существующие, они принять не могут, такое количество детей, поэтому работает программа по предложению мест в детских и дошкольных учреждениях в близлежащих микрорайонах. Прежде всего, это микрорайоны старого аэродрома, где детей сегодня стало гораздо меньше, и мест в наличии предостаточно. Для того, чтобы эта доступность была к этим микрорайонам, с микрорайона Мельников-Лук, допустим, специально устроен проезд для катетического комплекса «Динамо» с устройством нового железнодорожного переезда, который позволяет попасть прямо в сердце старого аэродрома. Этим многие, кстати, родители пользуются. То, что мы увидели на экране, это новое решение проблемы, построить новый детский сад, достаточно затратное, удовольствие сегодня для бюджета. А вот таким образом мы, может быть, не решаем проблему полностью. Мы ищем решение этой проблемы и создаем, пускай, 60 в этом микрорайоне, 60 в соседнем микрорайоне мест можно будет создать. И таким образом будет решаться проблема, наступит динамика решения этой проблемы. Поэтому социальную инфраструктуру необходимо развивать и далее. Поэтому будем работать в этом направлении и искать новые варианты решения этих проблем. А что касается школ, на Чечерске приостановлено возведение школы? Да. Что ждет этот объект, ЭЛИ? Работа по строительству этой школы пока приостановлена. Она находится в инвестиционной программе, но сегодня принято решение, что необходимо завершить строительством, прежде всего, объекты с более высокой степенью готовности. К примеру, в 2013 году мы открыли детскую поликлинику, и сегодня все наши силы сконцентрированы в рамках города городского строительства. Это на завершение строительства в этих микрорайонах взрослой поликлиники. И работы там ведутся, и надеюсь, что при устойчивом финансировании инвестиционной программы мы сможем эту поликлинику к 2019-2020 году завершить. Хотя, вы знаете, завершить строительные работы поликлиники – это полдела. Потому что самое дорогое удовольствие, как я говорю, в таких случаях – это насыщение тем оборудованием, необходимым, современным, которое позволит оказывать те необходимые медицинские услуги. Но в то же время, при том, что строится поликлиника взрослая на улице Мазурова, в этих микрорайонах открываются частные медицинские какие-то заведения, показания медицинских услуг, это и стоматология. И вот Билсона начал строительство своего медицинского центра в микрорайоне номер 18. Проект уже прошел экспертизу и начался строительный процесс. Непосредственно в районе поликлиник тоже строится медицинский комплекс. Поэтому при наличии поликлиник мы даже будем предоставить право выбора. Воспользоваться услугами государственной поликлиники, либо при наличии финансовых возможностей можно обратиться за медицинскими услугами в частную клинику. Одно другому, как говорится, не мешает. Поэтому школа ее никто не вычеркивает, она будет строиться. Это просто вопрос времени. Что касается обеспеченности детей этого микрорайона Кленковский школьными местами, мы еще в 2012 году разработали схему закрепления микрорайона практически по домам за учреждениями образования близлежащего микрорайона Волотова, железнодорожного района. Там микрорайон уже сформировавшийся достаточно взрослый. Он был построен в начале 80-х годов, уже растет третье поколение детей. Поэтому в школах были места, мы нормально закрепили, шаговая доступность одна-две остановки. И в принципе и те школы сегодня загружены, и дети наши Кленковского микрорайона не чувствуют той проблемы добраться куда-то далеко для того, чтобы получать образование. Кроме того, для таких детей, а также для родителей с маленькими детьми, существует так называемый родительский маршрут. То есть спецрейсы автобусов по утрам. Они пользуются, да? Да, да. Они популярны, особенно у родителей, которые вынуждены своих детей отвозить в детские сады, в близлежащие микрорайоны. Почему? Потому что или везти ребенка в переполненном автобусе по утрам в час пик, или в спецрейсе, где только мать с рейсом с детьми, конечно, разница большая. Спасибо большое. Еще один из самых актуальных вопросов – это снос старых домов и бараков, в частности, на пересечении улиц Кирова и Дынды. Перспектива какого это времени? Потому что такие ситуации, конечно, жители, хозяева этих домов часто воспринимают достаточно болезненно. К чему вы людей готовите? Ну, если говорить о сносе, сегодня мы вынуждены идти на эту меру, потому что у нас современный город, и на магистральных улицах, когда наблюдаешь соседство высотных современных или домов еще 90-х годов постройки, и рядом с ними двух-трехквартирные дома барачного типа, ну, конечно, это вызывает некоторое недоумение, по меньшей мере. Поэтому мы анализируем ситуацию, к каждой площадке подходим индивидуально. Здесь ни в коем случае нельзя рубить с плеча и одним махом говорить, все, мы вас сносим. Прежде всего, нужно понимать то, как к этому процессу отнесутся люди. Что касается указанного вами адреса, улица Кирова, Дынды, район, там осталось три дома, таких вот, как я сказал, достаточно ветхих уже. Люди неоднократно обращались за этих домов в администрацию района на прием и ко мне, и к специалистам по вопросу проведения ремонта. Но мы прекрасно знали, что ремонтировать эти дома, ну, по крайней мере, себе дороже, это раз. Второе, знали, что будет реконструкция улицы Кирова, вот на этом участке тоже. Реконструкция улицы Кирова прошла, эти дома не были затронуты. В настоящее время, опять-таки, зная мнение людей из этих домов, которые обращались в администрацию, было такое предложение от администрации района рассмотреть управление архитектурой и градостроительством, возможность строительства на этом месте многоэтажного дома. Такая возможность есть. Это будет трехсекционный дом, каждая секция из одного подъезда, стоящий как бы книжкой. За счет сноса этих домов, жильцы эти будут расселены, их права имущественные будут удовлетворены в полном объеме в соответствии с действующим законодательством, ну, а улица получит улучшение своего облика архитектурного. И не только эта площадка. Вы поймите, что таких площадок много, и сегодня, когда мы приезжаем в Минск, когда приезжаем в другие крупные города, даже наши коллеги от города Могилев, Гродно, ну, там практически не осталось таких вот улиц магистральных, где бы находился частный сектор. Все-таки частный сектор – это больше микрорайон глубокой усадебной застройки, а магистрали должны быть магистральными, современными, широкими, с красивыми современными домами. Вы рассказывали о строительстве частных домов на Хатаевича. Слышала о том, что и на Старо-Волотовской появится группа индивидуальных домов или таунхаусов. Какова судьба этого проекта? Да, есть у нас такая улица Старо-Волотовская, это в микрорайоне Старо-Волотовы, на берегу протоки Волотова, старого русла. Есть такая идея построить там либо таунхаусы, либо улицу индивидуальных жилых домов. В настоящее время эта идея, этот проект прорабатывается, уже не идея, а проект прорабатывается областным управлением капитального строительства, областным уксом. И я думаю, что в ближайшей перспективе мы увидим предложение по реализации этого проекта. На сегодняшний день этот микрорайон частной застройки, в данном случае потому, что это не магистральная улица, поэтому частный сектор и индивидуальную застройку там можно развивать. Он достаточно востребован на рынке недвижимости. Об этом говорит и большое количество строящихся домов индивидуально в этом микрорайоне, а также спрос на эти дома. Поэтому такой проект родился, он в разработке. Я думаю, что в ближайшее время мы про него расскажем более подробно. Андрей Алексеевич, есть ли арендное жилье в районе? Могут ли люди, нуждающиеся, претендовать? Арендное жилье или так называемый коммерческий жилфонд есть в каждом районе нашего города. Если брать конкретно целевые арендные дома, в 2014 году на территории района было построено два таких дома, каждый по 60 квартир, то есть это 22-комнатных, 40-однокомнатных на улице Головацкого. В настоящее время они полностью заселены, эти дома. Иногда люди отказываются от проживания в этом доме по разным причинам, как правило, в связи с улучшением своих жилищных условий. Тогда мы эти квартиры выставляем на конкурс, на сайте нашей администрации и любой администрации города эта информация есть всегда. Это касается конкретно специфических домов, которые построены по проекту коммерческого жилья. Кроме того, коммерческий жилфонд может включать квартиры, так называемые бывшие государственные квартиры, ныне коммерческие, где жилец либо умер, у него не осталось наследников, либо эта квартира была раньше в поднайме у государства, и она освободилась. В таком случае такое жилье мы ремонтируем, приводим его в нормальный потребительский вид и потом тоже выставляем на конкурс на сайте администрации в соответствии с процедурой распределения данного жилья. Далее к вопросу благоустройства. Предлагаю перейти, и Андрей Алексеевич, у нас есть опрос. Мы поинтересовались мнением гомельчан и их предложениями по благоустройству центрального района. Я и еще многие люди любят спортом заниматься, и было бы неплохо добавить побольше спортивных площадок. Мы бы хотели, чтобы в центре Гомеля было побольше велодорожек. Я тоже думаю, что велодорожки – это большая проблема. Я бы хотела иметь, чтобы в центре города были велодорожки, на которых можно было ездить, и спортивные комплексы, как, например, в разных центрах города. Там стоят тренажеры, чтобы можно было заниматься, а не просто гулять по улицам. Мне кажется, лучше бы, если бы здесь были центры, где можно было взять велосипед. То есть они были раскиданы по всему городу. И вот делал велосипед и поехал по городу, где-то сдал. И это было бы очень хорошо. Не хватает спортивных площадок, каких-то более благоустройств именно в парке, каких-то развлечений больше для молодежи. Чего еще? Больше хочется, чтобы озеленяли наш город. Больше деревьев, больше цветов, чтобы можно было пройтись и посмотреть, чтобы все было красиво. Ну, а так, в принципе, наверное, в городе всего хватает. Больше стало и кафе, и ресторанов. То есть можно выйти куда-то прогуляться. Велодорожки нужны, и эта структура для велосипедистов очень слабо развита у нас. И как-то велосипедисты вообще ущемляются, потому что и так люди ходят по центральным улицам, им тесно. Среди них еще велосипедисты. На набережной бы туалет сделать не био, такой синий, а такой вот стационарный. Даже пусть он платный будет, я не знаю, но пусть он будет. Вот здесь уже видно, что наш парк приобретает какое-то свое лицо. Вот эти фигуры, вот эти арки дают какое-то такое убранство. А еще хорошо, что вот всегда эстрада эта, и на праздники собираются очень много людей. Мне, в принципе, все нравится. Не могу каких-то замечаний сделать по поводу обустройства центральной части Гомеля. Мы продолжаем диалог, говорим сегодня о центральном районе города Гомеля. Андрей Алексеевич, а вам все нравится? Ну, знаете, есть такая фраза, нет предела в совершенству. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы, учитывая менее гаража, все-таки стараться это пожелание удовлетворить. Ну вот сегодня мнения звучали в основном по велодорожкам, да, спортивной площадке. Да, 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 велодорожки, уличные тренажеры, ну и, как бы то ни было, туалеты в парке. Начнем с велодорожек. Значит, что касается устройства велодорожек, здесь на самом деле есть проблема. Проблема связана с чем? Ее нужно разделить на две части. Первое, то, что город растет, количество людей увеличивается. На всякий случай сегодня в городе проживает более 530 тысяч населения. Увеличивается количество автотранспорта. Ну и, учитывая то, что велодвижение сегодня набирает обороты, я сам люблю покататься на велосипеде. В центральной части, конечно, эта проблема ощущается больше всего. Это старая застройка, неширокие улицы, неширокие тротуары, плюс изменение правил дорожного движения, запрещающее передвигаться велосипедистам по проезжей части с целью безопасности. Поэтому здесь проблема есть. Мы ее изучаем совместно с управлением ГАИ нашего Умельского полусполкома. Кстати, начальник ГАИ, представитель Федерации велоспорта, он большое внимание уделяет именно вот этой теме. Что касается новых микрорайонов, при проектировании новых микрорайонов или завершении реализации, став застройкой микрорайонов, уже сложившихся, как наш Мельников Лух или Кленковский, мы стараемся учитывать пожелания велосипедистов. И тротуары там сегодня приобретают новую разметку для пешеходов, для велосипедистов. Кстати, это международный опыт, я его наблюдал и в Стокгольме. Но здесь главное не забывать об одном уважении участников движения пешеходов к велосипедистам, велосипедистов к пешеходам. Потому что несколько не совсем воспринимается, когда ездишь на велосипеде, а по проезжей части для велосипедистов гуляют пешеходы. Поэтому здесь мы стараемся реализовывать. Кстати, на территории наших новых микрорайонов мы разработали два веломаршрута, большое и малое кольцо, объединяющее Мельников Лук и Кленковский. Поэтому проблема есть, мы над ней работаем. Что касается городков спортивных с уличными тренажерами, есть опыт установки этих городков на центральной набережной, в одном из микрорайонов. Все бы хорошо, но опять-таки проблема возникает в том, что при том, что государство, кстати, не за бюджетное финансирование, а за привлечение небюджетных источников создает такие городки, и, к сожалению, культура, вандализм наших же окружающих горожан иногда приводят к тому, что городки приходится потом ремонтировать, причем в ближайшие, в кратчайшие сроки после открытия. Но все равно мы с этой темой работаем, потому что сегодня тема здорового образа жизни... Актуальная, да, и надо ее развивать. Да, пожалуйста. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Валентина Николаевна, вопрос... У меня два вопроса, в общем-то, в одном. Первый, это существует ли в центральном районе очередность на жилье для молодых семей? И второй, по какому принципу осуществляется замена балконов, выносных вот в жилом фонде 60-го года постройки, дом на Парижской коммуне, например? Спасибо большое, Андрей Алексеевич. Спасибо, Валентина Николаевна. Что касается очереди на улучшение жилищных условий для молодых семей. Да, такая очередь имеется. Она ведется в администрации района. Для того, чтобы встать на эту очередь, молодая семья должна прийти в одно окно, предоставить определенный комплект документов и решением администрации эта семья будет поставлена на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Затем, соответствующие с действующим законодательством, она может либо строить самостоятельное жилье под, как говорится, полульготный процент банка, либо по достижении срока, когда у них будет двое детей, претендовать на льготный кредит от Беларусьбанка. Это что, ну, более подробно, я думаю, молодой семье, которая хочет встать на учет, лучше обратиться за консультацией в отдел жилищной политики администрации района по месту жительства. Что касается вопроса замены балконов, домов 60-х годов, у нас сегодня ведутся работы в том числе на домах 50-х годов, эта проблема есть. Центральный район, это самый богатый район, на старый жилфонд, послевоенный жилфонд. В связи с этим, есть титульный список домов, которые подлежат капитальному ремонту, а замена балкона с усилением несущих конструкций, это один из элементов капитального ремонта. Поэтому, если вы назовете в редакции адрес, свои координаты, мы посмотрим по титульному списку и более подробно ответим на ваш вопрос в письменном виде. Только в рамках проведения капитального ремонта, если работа выполняется точечно? Нет, не только капитального ремонта, если создается угроза аварийности, это есть заключение, выдаются определенные заключения, то мы оперативно разрабатываем проектно-смертную документацию и приступаем к ремонту исключительно только или усилению одних балконных рекрусов. Можно сделать заявку на проведение обследования, да? Если есть на это необходимость. Это просто визуального осмотра, это мало. Должны специалисты проверить состояние несущих конструкций, но я предупреждаю, что в случае вынесения такого заключения на время разработки проектно-смертной документации, проведения ремонтных работ, эксплуатация балконов категорически запрещена. Ну это понятно. Андрей Алексеевич, мы с вами прервались, мы обсуждали опрос. Один момент у нас еще с вами остался незаконченным. Да, есть такие объекты, по которым, в принципе, судят о цивилизованности города. Поэтому и на это тоже обратите внимание. Наверное, подробно не будем разбираться. Я скажу так, что эта тема, она сегодня актуальна, особенно на набережной реки Сож. И эта тема в разработке, это поручение нашего губернатора Владимира Андреевича Дворника. Есть несколько вариантов решения этой проблемы, и стационарные, и полу, и не стационарные. И в том числе изучаем мировой опыт, европейский опыт решения этой проблемы. Проблема исторического центра во всем мире, это то, что, конечно же, улицы очень плохо под нынешний поток автотранспорта подходят. У нас уже не так много времени до окончания программы, но если коротко, какие улицы в центральном районе будут реконструированы и расширены? Ну, я отвечу коротко. Одна из улиц, которая находится не так далеко от телецентра, это улица Волотовская. В том году мы приступили и завершили расширение улицы Подгорной на участке от улицы Хатаевича до проходной речного порта. В этом году мы приступим к реализации расширения улицы Волотовской с выходом на улицу Советскую в этом формате. А что касается восточного обхода, когда будет продолжено строительство? Восточный обход – это очень глобальный проект, и много мнений звучит о том, что если построить мост, то мы построим восточный обход. На самом деле, если мы построим мост, мы решим проблему только для жителей микрорайона Романовича и людей, кто живет на аэродроме Волотове, у кого есть дача в Кленках. Поэтому на самом деле восточный обход необходимо начинать строить со стороны Черниговского шоссе для того, чтобы новым микрорайонам Новобелеца дать возможность по завершению его строительства попадать очень быстро в центральную часть. Но пока этот проект приостановлен, и дальнейшая судьба просматривается, но назвать какие-то конкретные сроки ее реализации я пока затрудняюсь. То есть пока все останется так, да? Я вам скажу так, что первый участок восточного обхода, соединивший микрорайон Кленковский и улицу Хатаевича, он дал результат. Улица Мазарова, она задышала совсем по-другому. Он снял напряженность. С центра. Андрей Алексеевич, что бы вы хотели пожелать жителям центрального района? Ну, к центральному району мы все причастны, так или иначе, потому что все гомельчане в нем бывают, и жители всей Гомельской области приезжают. Я хочу сказать, что центральный район это неразделимая составляющая нашего города. Потому что в центральном районе живут и работают, в частности, работают не только жители центрального района, а жители всего нашего города. Он, по сути, является сердцем нашего города. Здесь проходят все основные мероприятия, праздничные, торжественные, городские, республиканские этапы разных мероприятий. И сегодня центральный район это то, что сделали жители и труженики этого района. Я хочу выразить, прежде всего, всем им большую благодарность и сказать огромное спасибо за то участие, за то, что мы сегодня имеем этот цветущий, благоустроенный, чистый район, куда, когда приезжают к нам гости, мы с гордостью приводим своих гостей, и они отмечают, что да, это на самом деле европейский город, и это заслуга всех горожан. Большое всем спасибо. Спасибо, Андрей Алексеевич. Желаю вам успешной реализации всех ваших намеченных планов. Спасибо. Глава администрации центрального района города Гомель Андрей Горбачев сегодня был у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова